Вот этот спортсмен, он выступил последним и порвал всех Я поднял, я поднял и 17 и 20 Страх, страх вот этого движения, вот этого ухода Не надо про страх сейчас, не надо Я так не поднять уставал, наверное, с молодых лет, блядь Я не поверю, я думаю, что ты не встаешь, честно Я сам не думал Как самочувствие, ну вообще, эйфория, адреналин, пиздец Вот с такого седа встать, да, это серьезно Бешеный рост, понимаешь? Нормально? Вообще шикарно На этом все, надеюсь, что это не конец, получится восстановиться Все, что я тренируюсь, тренировочку проводим в Москве В зале Безбородова, в кругу москвичей Тренируюсь сегодня пятый день После рекордов в толчке Рывок был просто никакой, урвал 60 килограмм через силу Потом на следующий день потолкал уже 105 И вот сегодня полтора дней отдохнул Планирую пройтись в толчке Хочу поднять больше 115 Получится или нет, посмотрим Тем более такая компания, я думаю, подзадорит На дополнительные 2 килограмма по сравнению С обычным залом, где тишина, темнота и я один Лучше на 2 На 2 это вообще Серега, ты по самочувствованию Если рекорд, то лучше на 2 Небольшой рекорд Не, ну у меня полный пляж, у меня не в пляж А зачем вы сезли? А вот, ну а сезли Лев, а что вы видите, все соревнования вообще планируются? Слушай, ну, как-то как будто бы на ранее Лев, я там, вот с обхозом, с обхозом Обхоз, с обхозом, с кидаем Я там, вот с обхозом, с обхозом Я там обхозом, я протянул рапшири Нет? Ну и нет Ну и нет Это старшая тема А сколько он держится? Привет! Мельдонин? Сейчас записывай, обязательно. Отличь! Всё! Не стой! Не ужите нам, да? Всё, давай, Сань! Настраивайся! Всё, вы включаете камеру. А, как вы сейчас? 20 килограмм, типа, можно. А я 200. Ну, я себя уверенно чувствую, как ходил. Такая бняна пошла. А что это? 8! Продолжение следует... 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 Включать тренировки с приседаниями Но, как говорится, не было бы Счастья да несчастье помогло И получается, что вот эта травма, которая получилась в колене Я прошел полное обследование Ну, сейчас я дальше расскажу И получается, что я восстановлю Ну, узнаю, в чем Узнал уже, я сейчас расскажу Узнал, в чем причина вот этих болей И восстановлю колено И я надеюсь, что когда приступлю к тренировкам То и сразу же подключу Ну, не прям сразу же Постепенно-постепенно Подключу и приседания Так что это даже хорошо И если я подключу приседания Значит, результат будет еще лучше Или во всяком случае На том этапе, ну, мы разговаривали с Алимом Потому что если поднимать одни Классические движения, да, будет прогресс Но он постепенно-постепенно Будет затухать И в конце концов остановиться Обязательно нужно Работать на На объем На гликолитические волокна развивать И обязательно приседать, конечно же, нужно Поэтому Так что все впереди Ощущается большой потенциал И вообще вот 120 кг Я никогда Когда вот стал поднимать среди ветеранов Никогда не доходил до такого веса Просто Я так был Ну, по видео уже видно Я был очень доволен Потому что и на тренировках И на соревнованиях Я никогда этот вес не поднимал И не ходил даже близко И не ожидал, что могу Да еще в такие сроки Просто приблизиться Так что я очень доволен Ну, а теперь по поводу травмы Значит, делал МРТ, КТ Наблюдался у двух ортопедов Один ортопед-травматолог Другой хирург Ортопед Один кандидат Медицинских наук Другой практик Работает в спортивной медицине В клинике спортивной медицины В Лужниках То есть все Я не стал Экономить Ну, в принципе Мне МРТ, КТ Все это бесплатно По страховке от работы Вот такая вот у меня Замечательная работа Спасибо ей А вот Спортивную клинику Спортивной медицины Там уже за деньги Приличные деньги Сейчас я тем, кто живет Далеко от Москвы Удивятся Ужаснутся Один прием 3000 рублей стоит Но оно того стоит Потому что за 40 минут Мне Врач Доктор Провел Хорошо, что у меня Высшее образование Спортивное И мы проходили анатомию Очень досконально Так же, как в медицинских Институтах На трупах Мы Строение Всего организма Проходили И поэтому Было много чего Понятное И он мне за 40 минут Провел такой экскурс По моему колену Полностью Вот хорошо, что МРТ Оно отражает всю картину Можно с любого ракурса Полностью там Спереди Сбоку Сверху Снизу Все посмотреть Где Где тонко Где толсто Где нагрузка Где Хорошо Где плохо Вот Ну и по существу По существу Значит С коленом Все в порядке В целом Доктор сказал Что Для моего Для моих лет И для С учетом того Что я тренируюсь Уже 30 лет Тяжелоатлетикой У меня колено В отличнейшем состоянии Надрывов Разрывов Нет Мениски Все целые Нету Нигде Ни трещин Ни расслоений В общем Все отлично Чему я был Очень рад И доволен В общем-то Мне казалось Что В таком положении Как у меня Должны быть Какие-то Разрыхления Ткани Как это Рассказывается Когда не плотно А когда Расслаиваться Начинают Ну все отлично Я очень доволен Единственное Ну суть в чем Травма заключается в чем Если сказать Простым Обывательским языком Не медицинским То это Воспаление Артроза На фоне Чрезмерных Физических нагрузок То есть я Помимо того Что Так как я резко Стал тренироваться 6 дней в неделю Я Помимо того Что Нагрузка На Сустав Стала Увеличенная Помимо этого Как вы видите Постоянно Ну кто Следил за моими Видео Или вот может Просмотреть В конце каждого Видео у меня Ссылки на Тот раздел Где Я Веду Видеостатистику Там видно Как идет прогресс И он Прям такой Ощутимый Через там Несколько 3-4 тренировки Бац Рекорд 3-4 тренировки Бац Рекорд То есть Вот как раз Именно Вот это И спровоцировало Кому интересно Что такое Воспаление Артроза Вот в моей Ситуации Расскажу Еще более Подробно Это Ну Такой момент Значит Наш хрящ Выглядит Как вот Лед Да Лед Плотный Белый Твердый Такой Ну сплошной По структуре Это идеальное Состояние Хряща И там Где начинается Артроз Он начинается Как вот Как ржавчина На металле То есть Очагами Да Где Проблемное Какое-то место Или зона Там и Происходит Артроз Артроз Он начинается Естественно С хряща Потом Переходит На кость Вот у меня В данном Случа Начало Артроза Хряща И Артроз Это Вот Как я уже Привел Пример Со льдом Артроз Это Ну если Привести Только что Выпавший Снег Ну раз Лед То Такую же Зимнюю Тематику Выберем Это снег Рыхлость Вот эта Зернистость Структуры Рыхлость Вот Вот это И называется Артроз То есть Неоднородная Такая Конституция Или Конституция И В хрящах Оказывается Я Читал в интернете Там Литературу То что Там В суставах Нет Нервных Окончаний Но Все равно Какие-то Окончания Все равно Есть В хрящах И Да Они Находятся В таком Ну Так как Мышцы у нас Мягкие Да У нас Каждая там Реакция Она ощутима А хрящ Он твердый И поэтому Когда Ну В обычной Ситуации Мы Ничего не ощущаем Все нормально И только Вот когда Возникает Такая вот Экстренный Какой-то Травматический Случай И вот эти Вот нервные Окончания Дают о себе Знать И суть в том Что Если они Возбуждаются То Очень Их Вот этот Вот болевой Синдром Он Очень Долго Не остывает Ну Проходит Очень Долго Проходит И таким Образом Я создал Себе Эту ситуацию Стал Хромать Кстати Вот неделя Прошла Я все еще Хромаю И Этот момент Проходит Очень Долго Да Он Проходит Каждый День Это Ощутимо То есть Ты утром Проснулся И понимаешь Что Тебе Все еще Легче Но Все равно Этот момент Остается И Ну вот В этом Заключается Травма А Какое Лечение Ну Как я уже Понимаю Это Лечение Либо Консервативной Операции Либо Операционное Либо Консервативное И Там Либо Легко Какой Антикортикостероид И колется Но Я пошел Другим путем Мне Это врач Посоветовал Это Препарат На основе Гиалуроновой Кислоты То есть Ну Она Приравнена К Импланту К жидкому Импланту То есть Вкачивается Жидкость Сустав И Она Не только Служит Амортизатором Там Там Есть Много Препаратов Которые Способствуют Улучшению Снятию Воспалений Формированию Новый Хрящевой Способствует Формированию Новой Хрящевой Ткани Что еще Ну Много Разных Функций Все они Полезные И Считается Что это Прорыв В медицине И еще 15 лет Назад Этого Еще не было Всего Сначала Возникновение Травмы До соревнований Месяц Сколько будет Проходить Восстановление Я не знаю Успею Я подготовиться Или нет Я не знаю Стараюсь Себя поддерживать В спортивной Форме Делаю Укрепляю Делаю Все что могу Главное Не стоять Главное На ногах С тяжестью Это Верхний Плечевой Поезд Закачиваю Протяжки Делаю С прямой Стойки Ну Что могу То и делаю Спину Закачиваю На станке Станке И Вся В Бугульму Еду Потому что Еду Как судья И Если будет Такая Атмосфера Что я могу Там выступить Не важно Там Поднимать В стойку Или в сет Хотя бы Просто Поднимать Очень хочется Опять вернуться И Естественно Буду Там Поднимать На этом Все Надеюсь Что это Не конец Получится Восстановиться До новых встреч Надеюсь Я еще Тем Кто Следил За моими Тренировками Кому интересно Смотреть Тренировочный Процесс Надеюсь Еще не разочарую И Подниму Какие нибудь Рекорды Или килограммы С нами Сила